Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут корреспонденты национального телевидения «Чуваши» и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Пожары, взрывы, вой сирен – понарошку. Чебоксарские спасатели отрабатывали действия на случай катастрофы. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Останки из предполагаемой могилы бабушки первого русского царя подвергнут тщательной экспертизе. Не фонтан. Чебоксарские фонтаны прекратили работу до следующей весны. В день гражданской обороны. Пожар, взрыв, дым, вой сирен. На ТЭЦ-2 сегодня довольно оживленно. МЧС, полиция, скорая, пожарные, все спецслужбы в строю и готовы к оказанию помощи. Затем, как идет ликвидация последствий, наблюдали и мои коллеги. В одной из цистерн ТЭЦ-2 шли сварочные работы. Неожиданно произошло возгорание. Затем прогремел взрыв. Мазутный резервуар полностью разрушен. Топливо загорелось, произошла разгерметизация и разлилась нефть. На территории предприятия раздался сигнал тревоги. Оперативный персонал сориентировался мгновенно. После вызова спецслужб первое, что делают сотрудники ТЭЦ, устанавливают водяную завесу, чтобы потушить огонь и охладить соседнюю цистерну. Пожар учебный, а тревога настоящая. По легенде, в пожаре пострадали 10 человек. Из них 5 погибли. Медики начинают оказывать помощь пострадавшим на месте. Некоторых сразу увозят на скорой. По сценарию учений, под угрозой отключения от электроэнергии и теплоснабжения, находятся 25 социально значимых объектов и 720 жилых домов. Однако для населения при возникновении такой ситуации в действительности прямой угрозы нет. Основным топливом на предприятии является газ. Мазут – резервное топливо. У нас еще остается три резервных резервуара, что нам дает возможность жизнеобеспечения станции и города в течение определенного времени. Впервые в республике на этих учениях презентовали подвижный пункт управления. Он позволяет руководить ситуацией с места чрезвычайной ситуации. У электромобиля два отсека и все необходимые удобства. Связь – видеокамера для оценки чрезвычайной ситуации на расстоянии до 100 метров. Отопление – кондиционер. Некоторые ЧП могут затянуться не на одни сутки, говорят сотрудники МЧС. Поэтому в электромобиле вполне можно даже жить. Обошелся такой пункт более чем в 5 миллионов рублей. Связь с чем это? Это связь с темой. С палаткой, да? Ну, мы сейчас переключили. И вот, пожалуйста, они переключают вот Ульяновская область, все подвижные пункты управления. Потушила условный огонь атака пенных генераторов. Общая задача спецслужб – устранение последствий взрыва на мазутохранилище Чебоксарской ТЭЦ-2 – была выполнена успешно. Подразделения сил и средства все прибыли, все подразделения, которые необходимо работают, начиная с оцепления, с пропускного режима сюда в зону чрезвычайной ситуации, заканчивают медицинским обслуживанием, тушением пожара, условного пожара. Мы все видели, как работали пожарные подразделения. То есть все силы и средства, которые необходимы для участия в этой ликвидации, все работают слаженно, все знают, что делать. Такие сценарии отрабатываются, чтобы при реальном ЧП спасатели были готовы к любому развитию событий. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Все точки над «и» расставит экспертиза. Останки из могилы, которую вскрыли накануне археологи, сегодня подняли. Еще какое-то время они будут находиться в Свято-Троицком монастыре. В ближайшее время начнется их подробное изучение. Но уже сегодня специалисты стали делать первые выводы. Археологи сдают вахту. На месте раскопок начинаются следственные действия. К своей работе приступают криминалисты и судмедэксперты. Могилам присваивают номера, только после этого описывается каждая кость. Скелет женский и рост метр шестьдесят восемь. Но главная особенность в другом. Зубы в черепе сохранились в идеальном состоянии. Уже после визуального осмотра специалисты определяют примерный возраст человека, который был захоронен в этом склепе. С описаниями столетней давности сходится многое. Возраст ее 30-40 лет. Что это женщина, может быть, метр шестьдесят восемь, метр семьдесят. Ориентировочно по первым данным роста и изящного телосложения. То, что это действительно перезахоронение, археологи уверены. Некоторые кости сложены в кучу. Но пока никто не дает гарантий, что останки принадлежат именно Марии Шестовой. Догадки и предположения развеют экспертизы. Кости отправят в лаборатории Татарстана, а потом и в Москву. Изучать находку будут специалисты и ученые из разных областей. Постоят серьезные исследования. Не только археологами, но и специалистами-адонтологами, которые будут изучать вообще состояние зубов и саму структуру. Есть такая наука. Специалисты будут изучать кости. Но точку в ряде экспертиз должны поставить исследования ДНК. Согласия на это должны дать и потомки дома Романовых. Завершиться все экспертизы должны зимой. Но это только предварительные сроки. Пока же найденные останки складывают в специальный ящик. Теперь притронуться костям смогут только специалисты. Забивают наглухо, ставят печати. Храниться останки пока будут в подвалах Свято-Троицкого монастыря. Но работы на месте раскопок еще не завершены. Археологам предстоит изучить и другие могилы. По всей видимости, здесь они появились раньше, чем перезахоронение столетней давности. Но кто погребен здесь, еще неизвестно. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Глава Чувашии сегодня принимает участие в работе Госсовета России, которое посвящено мерам по повышению эффективности бюджетных расходов. Как улучшить систему госзакупок? Как сделать региональные и федеральные бюджеты более прозрачными? И как тратить меньше, добиваясь при этом большего? Все эти вопросы были затронуты в ходе очередного собрания высшего совещательного органа страны в Кремле. По итогам 2012 года Чувашия отнесена к группе регионов с надлежащим качеством бюджетных расходов. Республика также вошла в четверку лучших субъектов Российской Федерации по удельному весу бюджетных расходов, формируемых в рамках государственных программ. А накануне Михаил Игнатьев участвовал в открытии турнира по боксу. Бокс против наркотиков. Под таким девизом в Цивильске открылись соревнования памяти ветерана войны, труда и спорта Михаила Краснова. На турнир приехали юные спортсмены из многих регионов России. На три дня ринг Цивильской спортивной школы собрал около 200 участников турнира. Сюда приехали начинающие боксеры из Чувашии, Мариэл, Мордовии, Татарстана, Башкирии, Нижегородской и Ульяновской областей. Глава республики отметил, что государственная политика направлена на пропаганду здорового образа жизни. Я надеюсь, что в среднесрочной перспективе будут и наши чувашские боксеры чемпионами России, Европы, мира. Вообще, сегодня, если говорить, те люди, которые занимаются боксом, конечно, они имеют сильный характер, они имеют бойцовский характер, они смелые, мужественные, не боятся. И они привыкают преодолевать трудности, которые возникают в реальной жизни. Сегодня отделение бокса есть практически в каждом районе Чувашии. По словам президента Федерации бокса, чемпиона Европы Валерия Лаптева, этот турнир не только трамплин в большой спорт, но и воспитание подрастающего поколения. В сочетании того, что мы проводим турнир в честь наших земляков, достойных земляков, которые в тяжелые годы проявили себя как мужественные люди, то для сегодняшних мальчишек, конечно, это очень важно, получить то патриотическое воспитание, чтобы они знали, какой ценой досталась победа в войне, какими качествами должен обладать настоящий мужчина. Участники турнира за три дня разыграют 23 комплекта медалей. Из них 21 комплект у мужчин и 2 у женщин. В Чувашии выросло немало чемпионов. Организаторы турнира надеются, что молодые боксеры принесут еще много новых побед. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Проект достройки Чебоксарского гидроузла может не пройти экологическую экспертизу. Об этом сообщил в своем блоге губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Как отмечают специалисты, такой результат возможен по формальным признакам. Для прохождения государственной экологической экспертизы проекта завершения строительства Чебоксарской ГЭС требуется особый порядок, который может установить правительство России. Отрицательное заключение связано с тем, что проектировщик не может указать источник финансирования мероприятий, связанных с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища до проектной отметки. Невозможно также предоставить правоустанавливающие документы на землю, где планируется подъем водохранилища. Это касается и особо охраняемых природных территорий и захоронений. Без данной информации государственная экологическая экспертиза вправе выдать отрицательное заключение по проекту. Однако, согласно действующему законодательству, определить источник финансирования и получить правоустанавливающие документы можно только после того, как будет принято правительственное решение об отметке Чебоксарского водохранилища. Получается замкнутый круг. Поэтому единственным решением в данной ситуации может стать разрешение со стороны правительства России провести экспертизу в особом порядке. Первое наше обращение, которое было до этого с просьбой согласовать проведение экспертизы в особом порядке по этому проекту, не нашло решение. Поэтому остался только один вариант. Считать, что РУСГИДРО свою часть работы выполнила, определить заказчика и дальнейшую работу с проектом поручить ему. Сегодня единственная структура, у которой есть полномочия принимать такого рода решение, это правительство. Либо оно должно поручить РУСГИДРО продолжить работу над проектом, но в этом случае должно принять решение о том, что часть требований на наличие к этому проекту не относятся, и поэтому есть возможность получения государственной экспертизы, должно быть поручено провести оценку качества проекта экспертного. С тем, чтобы сказать, что да, решение можно принимать. Если нет, то тогда другой возможности РУСГИДРО работать над этим проектом нет. С 1 октября этого года произошли изменения в законодательстве о регистрации прав и кадастровом учете объектов недвижимости. Сокращены сроки оказания госуслуг, процедуры регистрации прав стали проще, а люди получили дополнительную защиту прав собственности. Если собственник напишет заявление, что только сам желает подавать документы на регистрацию, то даже по доверенности никто не сможет это сделать за него. Это и ранее применялось на практике, а сейчас законодатель регламентировал работу Росреестра. Специалисты рассчитывают, что число мошеннических операций с недвижимостью при этом должно сократиться. Новелла в нашей практике – это выдача сведений о переходе прав любому лицу. Если раньше сведения о переходе прав на объект мы выдавали только собственнику, правоохранительным органам, то сейчас мы будем выдавать эти сведения любому лицу. Что это за сведения? Это все сведения, которые у нас есть по объекту, кому принадлежал этот объект, от кого к кому переходил. Такие сведения будут интересны тем, кто приобретает жилье. Также законом сокращены сроки регистрации до 18 дней. Но в нашей республике это произошло гораздо раньше. И зарегистрировать право собственности у нас можно за 10 дней. Еще одно новшество – теперь собственники могут зарегистрировать свои квартиры в новостройках, не дожидаясь регистрации всего здания. Крылья есть, а летать не может. Это самолет, который в Чебоксарах накануне арестовали за долги судебные приставы. 180 тысяч рублей долга. Вот такой тяжкий груз мешает самолет одной из компаний республики подняться в воздух. Накопился долг из-за того, что компания вовремя не платила Чебоксарскому аэропорту за то, что воздушное судно находилось на территории авиапредприятия. 2 октября в присутствии понятых на Як-40 судебные приставы наложили арест. Если задолженности не погасят, самолет может уйти с молотка. Чебоксарские фонтаны прекратили работу до следующей весны. Предприятие «Инженерная защита» приступило к их консервации и подготовке к зиме. Первыми работу прекратили малые городские фонтаны, которые расположены у магазина «Чебоксар» с «Чебоксарицей» кинотеатра «Сеспиль». Они завершили свою работу еще в сентябре. Теперь служба насосных станций готовит к зиме фонтаны комплекса Чебоксарского залива, центральное Упевческого поля у монумента матери-покровительницы, Дома правительства на Арбате, на Красной площади, в аллее ветеранов Парка Победы. Законсервируют на зиму и светотехническое оборудование, обеспечивавшее фонтаны подсветкой в ночное время. Фонтан Упевческого поля полностью демонтируют на зимнее время специальными плавучими кранами. В воде останутся только стойкие крепления насосов. Работы по подготовке больших фонтанов к зиме завершатся до 1 ноября. Брак, заключенный на небесах. Так говорят в народе про крепкие и счастливые семьи. То же самое можно сказать и про семью Ильи Егоровича и Зинаиды Аркадьевны Петровых из Яльчиковского района. Они в этом году отмечают редкий юбилей – 60 лет со дня свадьбы. С бриллиантовыми женихом и невестой познакомилась Галина Титарчук. Они были знакомы с самого детства. Семь лет учились в одном классе, работали в одном колхозе. Когда обоим было чуть больше 20 лет, решили пожениться. Вспоминают, свадьбу сыграли скромно. Гостей угощали овощами и фруктами со своего собственного огорода. А развлекал всех гармонист, который выводил на двухрядки самые веселые мотивы. С тех самых пор Илья Егорович и Зинаида Аркадьевна не расстаются. Уже 60 лет. У большого срока отлучки не было. Очередные отпуска. Но вот когда я учился, тогда на курсах, на учебно-семинарских занятиях отлучался. А так просто надолго отлучек не было у нас. Молодые супруги и на работу вместе устроились. Почти полвека проработали на почте. Зинаида Аркадьевна почтальонкой, Илья Егорович начальником отделения. Каждый день невысокая худенькая девушка на своих плечах носила по селу тяжелую сумку с письмами, газетами, журналами. Когда дети подросли, стали помогать маме разносить почту. Старшая дочь вспоминает. Родителей почти не видели. За домашнее хозяйство отвечали маленькие Володя, Таня и Галя. Мама мне научила чистоплотности, чистоте, порядку. А сама чистоплотная была. Она мне научила полы вымыть и сирать. Мы рано начали, и кощить ходили. Сейчас у бриллиантовых юбиляров трое детей, семь внуков, семь правнуков. В этом году снова ждут прибавления в семействе. В октябре должна появиться на свет долгожданная правнучка. А сын Володя впервые сам станет дедушкой. Я считаю, что мы самые счастливые люди. У нас здоровые родители, живые родители и, слава Богу, живые, здоровые дети. Отец всегда был строгим человеком. Строгим, требовательным человеком всегда был. И сейчас он такой же. Чувашская пословица гласит. Увидел гостя, сделайся солнцем. Подарили тебе улыбку, ответь песней. В доме Петровых этой поговорке следует всегда. Видимо, поэтому здесь в любое время года светло, тепло и уютно. А песни звучат не только по праздникам. Дедушка у нас пел. Дедушка, бабушка хорошим тенором пела. Женским голосом очень хорошо. Они пели, конечно, и дедушка по-русски пел русские песни. А бабушка чисто чувашские национальные песни пели. Я сам улыбка. Выезжал народный хор, бодерекция, народный хор везде. И Ярдский район не так уж большой и не так маленький. В больших клубных помещениях туда нас приглашали, ездили и с успехом выступали. В последнее время Илья Егорович и Зинаида Аркадьевна на репетиции хора не ходят. Здоровье не позволяет. Но в свои 80 с небольшим они бодры и оптимистично смотрят на жизнь. А главное, по-прежнему нежно заботятся друг о друге. В ответ получают судьбы приятные сюрпризы. Ведь прожить вместе шесть десятков лет – это определенно подарок судьбы. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. В галерее 6 на 7 открылась выставка работ художника-живописца Валерия Краснова. Валерий Краснов родился и живет в Яльчиковском районе. Он с детства любил рисовать и лепить. Первыми работами юного живописца были копии иллюстрации художника Сизова к поэме Нарспи. Валерий Краснов учился в Южкоролинском художественном училище и филиале Суриковского института. Он участник многих региональных и международных выставок, в том числе и персональных. На выставке в галерее 6 на 7 представлены более 20 живописных произведений. Он не только пишет пейзажи, пейзажей у него тоже очень много, но именно старается показать в своих картинах быт, традиции, обычаи чувашского народа. Не только в сегодняшний день он пишет, и пишет, получается, историю народа. Сегодня в 20.30 в эфир национального телевидения «Чуваши» выйдет новый выпуск программы «Наобум». Это игровое шоу, аналогов которого нет на телевидении. Участники передачи придумывают слова, начинающиеся или заканчивающиеся на определенный слог, и передают друг другу тикающую бомбу. Игрок, в руках которого она взрывается, выбывает из шоу. Сегодняшний выпуск посвящен Дню Учителя, поэтому выяснять, чей словарный запас богаче будут педагоги. Смотрите на «Наобум» и следите за неподдельными эмоциями. Вспоминайте правила русского языка и проверяйте свою эрудицию. Наша съемочная группа побывала в прошлом, а именно в далеком и неоднозначном для страны 1988 году. Никакой машины времени не потребовалось. Вернуться ненадолго, на 25 лет назад, можете и вы. Как? Смотрите в нашем репортаже далее. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. И удачных вам выходных. Четверть века назад. 1988. Страна еще называется Советским Союзом и ходит на первомайские демонстрации. Но уже ждет перемен вместе с Виктором Цоем, варит джинсы и впервые смотрит по телевизору телесериал «Рабыни Заура». В том же 88-м правительство издает закон о кооперации. И в стране появляется бизнес, в том числе Автовазбанк. 25-й день рождения руководцев банка решила отметить по-особенному, чтобы праздник смогли почувствовать как можно больше людей в разных городах страны. Так родился необычный проект – фотовыставка, посвященная году создания. Какое чувство мы хотели передать? Вы знаете, это здорово, что в стране есть всегда, во все времена, место для жизни удивительных людей, для их совершений. И есть всегда место для чего-то нового, для продвижения чего-то нового. Я когда посмотрела на фотографии, представленные на выставке, я подумала, что учредители банка – это просто авантюристы. Но они оказались, в хорошем смысле этого слова, они оказались смельчаки, смельчаками, они оказались людьми, которые смотрят вперед. По уникальным фотографиям из архивов информационного агентства новости кто-то вспомнит о ключевых событиях в мире и стране. К примеру, о двойной Олимпиаде. В 88-м проходили сразу и летние, и зимние игры. Кто-то вздохнет над фотографией сборной по футболу. Тогда советская сборная стала олимпийским чемпионом. Ну а кто-то просто вспомнит себя. Мы на себя в те времена можем посмотреть, какие мы были. Вот сейчас забыто слово «джинсы варенка». Что это? Ну а это тогда было настолько актуально. Ай, тогда я была еще совсем молодым специалистом. Я помню, что много было реформ. И чувствовалась свобода, хотелось вылететь на свободу. А где эта свобода? Куда примкнуть? Как жить? Конечно, до конца мы этого не понимали. Юбка в горошек с такими валанами, оденешь и все самое это красивое. Мы ходили в таких неярких одеждах, а тут можно было как-то одеваться, было все в магазинах такое. По ностальгирователе наоборот, познакомиться с эпохой молодости родителей можно абсолютно бесплатно в художественном музее. Выставка продлится до 13 октября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова